Всем привет! Начинаем новый влог. Ой, там мама, кстати, с Эмми остались ждать. Я поднимаюсь на второй этаж иду в Сенсей. Очень давно хотела туда попасть и смотреть детские вещи. Я смотрю, что всем очень нравится этот магазин. Ну, вообще, я там была и смотрела взрослые вещи, но еще когда была здесь, то есть я знаю этот магазин, но детские не смотрела. Зашла в Тезенис, купила себе бюстгалтер и пару трусиков. Честно говоря, от детского Сенсея я ожидала большего. Вот там много одежды для деток постарше, но для малышей и малышей что-то как-то прям совсем не очень. Как я теперь постоянный посетитель комнат матери и ребенка, я могу уже сделать кое-какие выводы. Комнаты везде разные, но такая мне еще не попадалась ни разу. Она, во-первых, очень маленькая, туда даже коляска не въезжает. Плюс там нету кресла, чтобы посидеть, покормить. Эми первый раз в Макдональдсе. Вот что она себе заказала. Картошку, чизбургер, кофе. Ой-ой-ой-ой-ой. Эми. А ну-ка. Только что вышла от стоматолога. Наконец-то мне поставили пломбу. Ну, в смысле, запломбировали каналы. И теперь мне только через месяц к доктору. Это просто был мой третий визит за неделю. Это ужас. Я сегодня после стоматологии, ну, я вам снимала утром. Кормим Эми смесью. Она так кайфует от этой бутылки. Я ест прям, как будто грудь ест. Эми, ты кайфуешь? Ладно, буду, надо быть отвлекать, да? Это новая смесь, кстати. Я вам ее еще не показывала. Мы все-таки решили перейти на другую смесь. Потому что маме показалось, что... Да и мне тоже показалось, что на этот... На смесь, которую я показала в прошлом видео, забыл, как называется. Я сейчас тоже отдыхала, просто лежала, пока мама с вами гуляла. У нее как цветение, что ли, щек. И, не знаю, мне показалось, что прям животик ее беспокоил. Симилак. Вот, Симилак Голд мы ей давали. А это другая смесь. Я вам покажу, как она называется. Вроде это получше идет. Ну, не знаю, тоже мы ей прям много ее и не кормили. Это пока такая вынужденная мера. Все-таки еще я постараюсь сохранять грудное скормление. Вот. Но, как мне кажется, молока уже, конечно, у меня гораздо меньше. Симилак мы перешли на вот такую смесь, наверное, ногти про. Но, на самом деле, не могу сказать, что эта прям смесь лучше идет Эмили. Может быть, в какой-то степени и получше. Но все равно у нее есть высыпание на коже. И, не знаю, может, это просто от того, что мы с молока, с грудного, там, резко перешли на смесь в какой-то момент. Комната матери и ребенка номер два. Мы все в том же Рио, но теперь уже на другом этаже. Эта комната, ну, очень отличается от той комнаты, которая была. Она большая. Есть диванчик, где покормить. Такой маленький туалет для детей. Взрослому будет сложно сходить в этот туалет. Мама смесь изгружает. Мы сейчас будем кормить Эмили. И зеркало такое большое. Есть один минус у этой комнаты. Здесь вход только по вызову. Ну, я вам покажу потом, когда выйду. Мы сейчас, чтобы зайти в эту комнату, ждали, не знаю, минут пять, наверное. Но у нас ребенок благоспокойный сейчас. Но если бы она кричала, это был бы вообще трэш какой-то. Вот, а нам надо смесь встать. С чоль-дуком ходим, с чоль-дуком. Спят одинаково. Сипа, ты спишь, как Эмили. У нас завтра будет фотосессия с Эмили. И я подумала, что... Я думаю, в общем, еще в каком наряде идти. В общем, первое платье мне подарила мама. В нем я буду на Кристины Эмили. В этом платье. Оно такое симпатичное. Очень красивое. Купили мы его на Велдресе. Я вам артикул оставлю. Костюм у меня вот такой. Я не знаю, возьму я его завтра или нет. Я вам сейчас еще фотографию вставлю. Сейчас покажу, в чем будет Эмили. И, скорее всего, нам надо подобрать что-то похожее друг на друга. Эмили у нас будет вот в таком водике. Водик от Carrot. Я его взяла на Авито, чисто на фотосессию. И если он нам завтра прям зайдет, то я возьму побольше размера именно летом ходить. Потому что он такой из муслина. Очень приятная легкая ткань. И на лето прям самое то. Но вот этот я точно с собой брать не буду, потому что он нам, наверное, прямо сейчас впритык будет. Ну, не впритык, а такой поносить чисто здесь. Вот. И такую повязку еще я планирую ей завтра надеть. Она, конечно, по цвету не прям круто сюда подходит. Но в целом все равно будет смотреться красиво. А из обуви у меня будут мои свадебные туфли. Мы, кстати, их покупали в Бершке. Еще тогда она была открыта. Они, ну, прям супер недорогие. И я их прям сильно убила на свадьбе. Мне кажется, их больше, кроме свадьбы, я никуда и не надевала. Вот. Поэтому, не знаю, напишите в комментариях, как вы думаете. Свадебные туфельки должны быть супер дорогими. По мне так, ну, у меня, во-первых, платье было длинное, было не видно их. И я подумала, что, блин, не знаю, я хотела такие туфли, которые я еще куда-то смогу надеть. Субтитры создавал DimaTorzok Я просто дорвалась до подгузников, потому что здесь, в России, нереальный их выбор. И они намного дешевле, чем в Армении. Наверное, потому что подгузники в Армению доставляются как раз из России. Это как идет импорт, и поэтому они там такие дорогие. Но здесь они намного дешевле. И главное, здесь есть просто нереальное разнообразие. Когда я пришла в Детский мир, вот мы тогда с мамой ходили, я просто в шоке была. Мама нам еще перед приездом, как мы сюда приехали, купила вот эти подгузники от Offspring. Размер М. Мы уже М-ку носим. И это подгузники-трусики. Я вам сейчас покажу все поближе, посмотрите. И мы взяли сейчас вот на днях, но они у нас уже так подзаканчиваются. Взяли подгузники от Lavular. Я вообще обалдела с их цены. Они стоили всего 1000 рублей за 62 штуки. То есть это прям супер дешево получается, на мой взгляд. Эти подгузники, по-моему, были дороже. Намного причем. Я еще очень хочу попробовать японские подгузники. Подгузники, Джунис, Йокосан, если я правильно называю. В общем, короче, там выбора просто дофига. И обязательно с собой в Армению накуплю себе много-много всяких разных подгузников. И думаю даже отправить их посылочкой туда. Потому что там, конечно, ну такого выбора нет. Либо Хаггис, либо Памперс. Но это то, что касается именно в аптеках рядом с домом. Вот. А здесь прям, блин, очень круто. Lavular мне прям очень понравились. Они выдержали у нас всю ночь. Не протекали. Внутри они очень мягенькие, приятненькие. Ну, как по мне, присутствует небольшой запах. Но, не знаю, мне он не мешает, не навязчивый. Вот здесь вот такие вот штучки. Резиночка. Очень хорошо сели. Они довольно-таки тоненькие. Прям хорошие подгузники. Вот могу их смело посоветовать. Подгузники Offspring тоже прикольные. Конечно, у них прикольный принт. Что тут говорить. Вот. Они идут у нас как трусики. Честно сказать, на всю ночь я их еще не надевала. И, ну, скорее всего, я думаю, они тоже выдержат всю ночь. Потому что они тоже хорошие. Внутри они очень мягкие. По запаху они одинаковые. Ну, такой, знаете, не знаю. Кто-то бы сказал, наверное, что нет никакого запаха. Я раньше тупила и не могла, вот, не могла понять, что вот эта вот резиночка, она спокойно, легко разрывается. И снимала их с Эмили как трусики, как и надевала. И это, конечно, было неправильно. И здесь еще такая резиночка. Не резиночка, а язычок такой прикольный идет. Когда снимаете подгузник, его можно завернуть. Ну, как бы лишний раз, чтобы не пахло. И аккуратненько это все положить в мусорку. Пишите в комментариях, какие ваши любимые подгузники. Мы идем с Эмили на руках в соседний дом. Мой брат, ее дядя, ее крестный отправил нам подарочек на Вайлдберрис. Вот сейчас идем пешком забирать, потому что здесь, ну, прямо вот соседний дом. Вот, и я решила, что не буду брать ни коляску, ни рюкзак, ничего, просто на руках ее несу. Она такая во всем раздетым. Ну, ветерочек есть, но очень жарко на улице. Поэтому, да, идем за подарочком. Мы забрали посылку с Вайлдберрис. Здесь что-то легкое. А здесь, Эмми, смотри, что для тебя купили. Здесь карточки для делки для малышей. Животные. Смотри, Эмми. Жираф, лев. Можно все изучать. Ух ты, ничего себе. Какая-то упакованная коробочка. Такое оформление красивое. Смотри, что тебе крестный дарит, Эмми. Ты смотри, как это красиво. Мне прям очень интересно, что там, потому что там прям легкое что-то. Максимально. Эмми, смотри, это тебе твой крестный дарит. Да, это твой дядя, тебе такого мишка подарил. Эмми, это твоя первая игрушка. Такая именно мягкая. На самом деле, такие эмоции, потому что мы уже давно не виделись с братом. Они живут сейчас со своей девушкой в Киргизии. Вот. И нам... Да будь ты здоров. И нам никак встретиться не удается, потому что все это очень сложно. Вот. И такие подарки, конечно, это очень приятно. Давайте я вам ее поближе сейчас покажу. Да, очень красивая работа просто. И он такой мягенький, такой приятненький. Эмми завтра исполняется три месяца. И я заказала тортик. Заказывала вот здесь вот, кто живет в Москве. Я еще его не пробовала, так что сейчас будет честная дегустация. Но сначала фотосессия. Очень красиво, конечно, все упаковано. Как всегда, за упаковку вообще всем. Знаете, я это... Сейчас какой-то эксперт, как Катя Бельчик у себя на канале делает. Там распаковки тортов. Ну, типа, оценку делает. Вот я сейчас то же самое делаю. В общем, у всех очень классные оформления. Ну, давайте посмотрим, что там. Знаете, мне доставляет это всегда такое удовольствие. Мелочь, а приятно. На самом деле не мелочь. Доставка этого торта стоила... Блин, как этот торт. Это, конечно, вообще полный минус. Но доставка это не... Ух ты! Вау! Вот это нежность! Слушайте! Еще тут на окне сейчас синий такой свет немножко. В жизни он такой теплый, розовый. Такой... Ух ты! Красиво! Какая надпись красивая! Я уже показывала вам три торта. Напишите, какой торт вам нравится больше всего на данный момент. Это вот третий тортик. Мне кажется, вот этот, ну, наверное, самый красивый. По дизайну, по выравниванию. Хотя, что здесь дизайн? Ну, такой вот я захотела. На четвертый месяц я еще ничего не выбрала. Обычно я все заранее прям выбираю. Ну, вот хотелось чего-то такого нежненького. Моя мама закинула стирку. И в стирке оказался вот этот бодик, в котором мы фоткались. Я вообще хотела его. Сегодня на фотосессию. Но он мокрый. Потому что у нас тут сломалась машинка. Короче, все эти вещи сутки лежали в машинке. Сейчас это надо вручную перестирать. И отправить сушиться. Решено было на Эми надеть вот это платье. Оно, конечно, немножко ей уже маловато. Это вот ей прадедушка ее подарил. Так что на три месяца фотка будет в этом платье. Фоткать ее буду в этой кроватке. Потому что у нас постельное белье розовое. Мне хочется чего-то светленького. Поэтому вот так вот красиво будет. Эми, тебе завтра три месяца. Только не за день тортик. Я его еще не сфоткала. Пробуем тортик. Еще раз покажу вам, какая красота. Ой, закрыла. Так, ну придется прям опять туда везть. Короче, начинка. В этот раз я заказала вишневую и бисквит. Обычный белый. Да, это очень отличается от предыдущего. Здесь прям натуральный вот этот крем-чиз мой любимый. Да, он, конечно, жирноватый, но... А вот начинка. Вот, смотрите. Вишня. Извините, если я чакаю. Слушайте, неплохо, не сладко. Так, знаете, вот я не люблю, когда супер-притерно. Давайте еще чуть-чуть попробуем. Классно, очень вкусно. Бисквиты пропитанные. Крем такой, какой нужно. Еще, знаете, что я хочу попробовать? Сверху вот этот шарик. Да, он съедобный, сладенький. Типа жемчуг. Классно, вкусно. Советую. Как я уже и сказала, сломалась машинка. Вот сегодня приезжал стиральная машинка. Сегодня приезжал мастер. Смотрите, что достал. Так, Эмиле там сбит. У нас, короче, вот здесь вот перегорело. Было короткое замкание. Смотрите, какая нагибель. Просто треш. В общем, заменили вот эту штуку. Так что обязательно чистите вот эти штуки. Мне мастер посоветовал средства. Я сюда его вставлю. Мы сами еще не пользовались, но мастер сказал этим средством пользоваться. Поэтому, чтобы не было таких казусов, лучше это сразу все менять. За эту неделю произошло так много изменений с нашим грудным вскармливанием. Практически все я транслировала у себя в Телеграме. Поэтому подписывайтесь туда, если вам интересно узнавать о каких-то наших событиях в режиме реального времени. Но, конечно, я там тоже не все рассказала. Ты так смотришь. А сейчас расскажу поподробнее, что было и что мы пережили за эту неделю. Уложила имя. У нее уже сегодня, помню, четвертый сон. И я замечаю, что под конец дня она уже плохо спит там в коляске или на кровати. Последний сон. Ну, там не последний, там предпоследний. Она спит у меня на руках всегда. Ну, ладно, у меня есть время записать вам кусочек про наше ГВ. С чего все началось? Вообще, с приезда в Москву пошли какие-то странности. Но весь наш режим немножко поехал. Я раньше думала, что режима у нас нет как такового. Но когда мы приехали сюда, я поняла, что режим у нас как раз-таки в Армении был. И он был четкий, слаженный. А здесь немножко пошло все не так. Потому что в целом здесь больше народу. Постоянно какие-то гости, какие-то знакомые, друзья. И ты как бы под это все дело подстраиваешься. И я как бы в этом плане, может быть, я неправильно поступаю. Но я не всех под ребенка подстраиваю, а ребенка под всех подстраиваю. Вот. Ну, понятно, что нет, она там все так же спит, все так же кушает и так далее. Но просто я к тому, что каждый день у нас проходит плюс-минус по-разному. Здесь я уже, получается, нахожусь две недели. И только сейчас у нас как-то плюс-минус все так успокоилось, уладилось. А за эти две недели, ну, чего я только не пережила. Первое, там Эми начала очень часто просыпаться по ночам. В Армении такого не было. Я об этом все писала в своем телеграме. Потом в целом сейчас как бы это наладилось. Она сейчас, конечно, просыпается тоже чаще. Но так как у нас с ней совместный сон, пока это как бы особо сильно сейчас не напрягает. Хотя вначале это напрягало сильно, даже несмотря на то, что мы спали с ней вместе. Потом у нас начались все вот эти вот перебои с тем, что мне надо уехать. И молока я Эми не могу оставить, потому что у меня его не так много. Мама ее кормила смесью. И вот с этого момента я хочу внести ясность. Все началось с чего? Началось с того, что в день приезда, да, не на следующий день приезда, я поехала к стоматологу. И Эми осталась с мамой. Я ее перед выходом покормила и уехала. У стоматолога я провела очень много времени. И туда дорога, и обратно дорога, она занимает где-то час. И у стоматолога я провела тоже часа два примерно. Ну, в общем, короче, на четыре часа я уехала. Понятное дело, что мама дала Эми смесь. Тут как бы деваться некуда. Но я была не против, я даже за, ну, я и не могу быть против, потому что как бы ребенка надо чем-то кормить. А сцежного молока не было на тот момент. В целом Эми нормально восприняла эту смесь. Там потом мама ее уложила, и все у них прошло хорошо. Дальше у меня еще было кучу дел, которые мне надо было сделать. Я ездила по делам, по МФЦ, в универ. Опять же, зуб я ездила с ним три раза в эту клинику. И все это занимало, ну, как минимум три часа, а то и дольше. И все это время Эми кормили смесью. Когда я возвращалась от стоматолога, мне нужно было сцеживаться. И мне стоматолог сказала не кормить грудью ребенка. Хотя я читала в интернете, что сейчас анестезии, которые колют, в целом с ними можно кормить. Ну, в общем, врач мне сказала не кормить, и я сцеживалась. Сцеживать у меня получалось где-то по 30 мл, то есть совсем немного молока. И я понимала, что что-то уже как бы идет не так. И я вижу, когда у меня грудь наполняется, и в ней есть молоко. И я понимаю, когда грудь пустая, и в ней нет молока. И, в общем, события за событиями как-то так развивались. То мне надо было уехать, то вот у меня эти зубы, и мне надо сцеживаться. В общем, каким-то образом Эми перешла, скажем так, на смесь, но не полностью. То есть я все равно ее кормила грудью. Часто мы ее докармливали смесью. То есть, знаете, где-то было 50 на 50. И потом у нас как-то даже с мамой такой разговор был. Я такая думаю, ну, может быть, уже как бы и пора Эми на смесь переводить. Потому что, скажем так, в этом виновата я. Я почувствовала вкус свободы. Когда мне не надо каждый раз ее кормить. Когда ее может покормить моя мама или там мама Сережи. И я понимала, что в целом как бы ребенок не голодный. И можно ее оставлять с бабушками спокойно и уходить. И я выпорхнула из гнезда, так скажем, на какое-то время. И потом начались трудности. Когда я уже начала Эми прикладывать к груди. И она как-то стала не очень хорошо ее воспринимать. Мне сначала казалось, что как будто бы у меня мало молока. И она не наедается. Потом она начала психовать на груди. То есть она присасывается, пососет, пососет, отсасывается. И начинает реветь. Я ей заново. Она начинает реветь. В итоге мы даем ей бутылку смеси. И она с удовольствием ее съедает. В этот момент мне стало уже как-то не по себе. Потому что пока заканчивать грудное скармливание я еще все-таки не планировала. Да, разговоры такие были. Но все это было еще не серьезно. Потому что я планировала все-таки до 6 месяцев ее докормить. Так рекомендует ВОЗ. Ну и в целом сейчас я уже понимаю, что у нас с Эмили есть такая какая-то связь. Когда она у меня кушает, она кайфует. Она успокаивается. Ну и я в целом еще чувствую, что она рядышком. Она маленькая. Ну в общем я не знаю, девочки, у кого получилось с грудным скармливанием. А у меня получилось. То есть мне это не вызывало никаких... Мне было не больно. Мне не вызывало какой-то неприязни. Я просто знаю, что девочки есть, которые не любят всю эту тему. И для них как бы... Ну, наверное, эта ситуация была бы на руку. Но это оказалось не я. И мне даже было немножко странно от этого, что я начала расстраиваться по поводу того, что у нас каким-то образом, так знаете, завершается грудное скармливание постепенно. Я еще в Армении думала, как я буду заканчивать лактацию, если у меня там очень много молока. И я очень боялась вот этих всяких маститов, застоев и так далее. Но сейчас я поняла, как можно закончить кормление грудью. Просто перестать кормить. И молоко просто перестанет пребывать. Ну, по крайней мере, вот у меня так было. То есть я, когда ее кормили смесью, я не сцеживалась. Соответственно, молока не поступало нового. Есть же такая тема, сколько малыш съедает, столько молока и поступает. Поэтому даже я не могла съедить лишнего молока, потому что там Эми столько-то съедает. И я понимаю, что если сейчас сцежу молокой и заморожу его, то как бы ей есть нечего будет в следующее кормление. Поэтому у нас как бы вот этот банк молока и не получался никак. Ну, там одно-два пакетика я могла заморозить еще вот в Армении, в Ереване, но не больше. Ну вот, возвращаясь к тому, с чем мы начали сталкиваться. Вот что Эми начала отказываться от груди. И в день, когда мы должны были поехать на фотосессию, это был просто какой-то адский день, мы никуда не поехали. Фотосессия должна была быть профессиональная. Я уже договорилась с фотографом, оплатила даже часть студии. И как бы, ну, всех подставила, так скажем. Ну, потому что, когда мы утром проснулись, Эми сначала поела грудь, все было нормально, все было хорошо. А потом, когда я начала собираться, она истошно-истошно кричала. Я думала, может быть, она хочет спать, может быть, еще что-то. Я начинаю ее укладывать, она не укладывается. И тут мама мне говорит, типа, покорми ее смесью, она голодная. Типа, это крик голодный. Я говорю, а я на тот момент уже понимаю, что я не хочу ее кормить смесью, что надо возвращать грудное вскармливание. Но, в общем, мы ее покормили. Она тут же слопала все 120 миллилитров. Блин, у меня, конечно... Я была, конечно, рада, что мы накормили ребенка, что она не голодная. Она перестала кричать, но мы уже не успевали ехать в студию, потому что уже время было ограничено. И все, как бы ребенок наелся, и я поняла, что, да, она не наелась молоком из моей груди. Конечно, меня это сильно расстроило, но, думаю, я ребенке в первую очередь, я тоже не хочу, чтобы она ходила голодной. Мы ее, в общем, кормили смесью. И так там я ей давала грудь, ну, по возможности. И мы смотрим, у нее на ножках высыпали такие пятна большие и сухие. Короче, это оказался атопический дерматит, как раз реакция на смесь. Хотя мы перешли уже там на новую классную смесь. Ее там один доктор просто посоветовал, типа не семилак, а вот эту нанку, которую я вам показывала. Ну и в итоге все равно у нее как бы пошли ужасные пятна. И тут я понимаю, что я не готова отпускать сейчас вот это свое грудное вскармливание. Я понимаю, что мне нужно остановиться, выдохнуть и начать разгонять обратно лактацию. То есть она у меня не прекратилась совсем, но уже была в таком количестве, что Эми не хватало. И я приняла решение, что все, мы не будем кормить ее смесью. Я буду сцеживаться, я буду стараться пить больше жидкости, я буду стараться чаще ее прикладывать. И мы будем возвращать грудное вскармливание точно такое же, как оно было, извините, у меня две недели назад в Армении. То есть у нас вообще никаких проблем с ГВ, когда мы были в Армении, не было ни разу за все вот эти вот три месяца, пока мы там жили. И тут вот как раз после того, как я начинаю восстанавливать лактацию, как я ее восстанавливала? Я пью сейчас очень много жидкости, реально стала за собой замечать, что я пью мало воды. То есть когда я только начала кормить грудью, я только начинаю кормить, и мне очень хочется пить. То есть была нереальная жажда, мне Сережа покупал несколько бутылок таких пятилитровых баклажек, и я их прям выпивала. Ну то есть, не знаю, дня за три у меня уходила там пятилитровая баклажка, никогда так много не пила. А сейчас я тоже заметила, что я пью очень мало, то есть практически вообще не пью воды. Так, чаек попила там что-то три раза, и все. Это мало для кормящей матери, так скажем. Я начала за собой следить, я начала очень много пить воды. По, не знаю, кто сейчас может сказать, что это бабкин старый метод, ну короче, я добавляла еще в чай молоко, и вроде бы такая молочная смесь получалась. И у меня получилось вернуть молоко. Но мы столкнулись с следующей проблемой. Это то, что Эмми перестала брать нормально грудь. Это вот о чем я говорила, о том, что она начала очень капризничать на груди. И тут я поняла, что ей нравилось пить из бутылки, ей нравилось пить из бутылки молоко, потому что, ну смесь, потому что она легко туда ей поступала. То есть ей не нужно было прикладывать никаких усилий, несмотря на то, что мама купила бутылочку там специальную в виде груди, что вот там очень поток медленный был. Потому что Эмми один раз у нас очень сильно срыгнуло, я вот тоже об этом рассказывала. И все равно эта бутылка нарушила нам вот эту вот связь. Ей уже не хотелось высасывать молоко из моей груди, потому что ей было тяжело, ей было сложно. А дети, оказывается, очень умные. Я слышала раньше о том, что дети могут отказаться от груди даже из-за сосок. Ну то есть вот мне вот педиатр в Армении, когда мы ездили платно делать прививку, там перед прививкой был прием педиатра, и она говорит, что не давайте соску, потому что она перестанет брать у вас грудь. Ну как бы соску не давать не получается, это вообще невозможно, потому что все-таки ребенку надо удовлетворять свое вот это сосание. Вот, но с бутылочками я не ожидала. Вот так вот у нас получилось. Мы это тоже поняли, она на груди, в общем, кричит, 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 не ест, не ест, не ест. Тут я ей просто попробовала дать бутылочку пустую, она просто резко присосалась, начала сосать, как будто бы сейчас оттуда что-то польется. Вот, а здесь что? Сейчас у нас уже полегче с этим. Конечно, бывают еще моменты, мы еще не до конца решили эту проблему. Она до сих пор на груди бывает недовольная, но я в один момент очень жестко и ей сказала, и себе сказала, я говорю, Эмми, другого не будет, будет только грудь. Бутылочка будет тогда, когда маме нужно будет отлучиться, но это будет один-два раза максимум. Сейчас будет грудь. Сейчас мы остановились на том, что вот Эмми иногда ей не нравится, но мы сейчас полностью на грудном молоке. Сейчас мы ей не даем смесь, и в целом даже если мне нужно будет куда-то отлучиться, я буду сцеживать молоко, и ее уже будет кормить из бутылки. Я сейчас, ну если можно так сказать, разгоняю свою лактацию, и в целом у меня это нормально получается. Частое прикладывание, много питья, теплого, обычного, не знаю. Продолжение следует...